За отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, вероятно, стоит Россия. К такому выводу пришел Совет нацбезопасности Великобритании. На чем основаны эти заявления, как проходит расследование, узнаем от Светланы Чернецкой. Министры один за другим спешат в резиденцию на Даунин-стрит-10. Премьер созвала срочное заседание Совета нацбезопасности. Все из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. В ходе расследования оказалось, что нервно-паралитическое вещество, использованное для отравления, разрабатывается в России. Оно входит в группу боевых отравляющих веществ под названием «Новичок». Это или прямое действие со стороны российского государства, или свидетельство потери России и контроля над запасом нервно-паралитических веществ. Мы рассмотрим ответ Москвы, прежде чем принимать какие-либо меры. Но если не будет заслуживающего доверия ответа, мы сделаем вывод, что это действие представляет собой незаконное применение силы против Соединенного Королевства. А в это время в небольшом английском городке, где произошло покушение, продолжается масштабная спецоперация. В деле уже определили более 200 потенциальных свидетелей и собрали почти 240 вещественных доказательств. В 66-летний Сергей Скрипали, его 33-летняя дочь Юлия, до сих пор в реанимации. В критическом, но стабильном состоянии. В больнице и полицейский, который отравился, оказывая им помощь, его состояние тоже серьезное. Впрочем, он, в отличие от Скрипалей, очнулся. Следы нервно-паралитического вещества, которым отравили россиян, нашли в ресторане и пабе. Их посещали перед инцидентом отец и дочь. В день отравления и на следующий день эти заведения посетили еще около полутысячи человек. Я уверена, что следы яда в ресторане и пабе не навредили посетителям этих заведений. Но для перестраховки следует почистить все, в чем вы были в этот день. Сергей Скрипаль попал в Великобританию в результате обмена шпионами между Россией и США. В Москве его осудили за госизмену и работу на британскую разведку. Покушение на его жизнь сравнивают с убийством бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Его отравили радиоактивным полонием. В своем письме ко мне премьер Тереза Мэй пообещала, что ее правительство сделает все возможное для защиты Великобритании и ее жителей, что такое преступление больше никогда не повторится. Но, к сожалению, это произошло снова. В России же отрицают любую причастность к покушению на Скрипаля. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.